Нелли Гургенидзе не из тех, кто любит просить и уповать на власть имущих. Свои проблемы пенсионерка всю жизнь решала сама, но два месяца назад с ней приключилась беда. Женщина попала в больницу, обострилась после операционной грыжи. Врачи вовремя оказали помощь, но теперь пенсионерке необходим курс реабилитации в санатории. Заявление соответствующий орган написано, справки все собраны, но поехать туда женщина пока не может. Я позвонила, да вы что, это еще рано, в течение года. Сейчас вот недавно звонила, опять она, теперь в апреле. Я говорю, ну ладно, подождем еще до апреля. Говорю, у меня как раз день рождения в апреле, может, обрадует. Чтобы дело не стояло на месте, Нелли решила сходить на прием к Владимиру Киселеву. Спикер ЗАГС Собрания обещает оказать пенсионерке содействие и ускорить процесс получения путевки. Телефончик мы записали, записал, да? Мы позвоним, узнаем, что это за организация и попросим, чтобы вам побыстрее. Они в институте «Вектор» сейчас находятся. В институте «Вектор»? Да. Хорошо, мы постараемся вам помочь путевку. Постараемся помочь, да. Ну, не все от нас зависит, но попросим. Дети войны, я. Также в ходе беседы выяснилось, что Нелли Гургенидзе входит в число тех людей, кого называют «дети войны». О том, что им сегодня уделяется внимание, недостаточно, Владимир Киселев заявлял уже не раз. И первые шаги по поддержке тех, чье детство опалило Великое Отечественное, уже сделаны. В этом году «дети войны» выплатят по 500 рублей. Во Владимирской области таких людей 150 тысяч, а значит, на это требуется 75 миллионов рублей. Таких денег мы, наверное, сможем найти, но больше вряд ли. То есть в обязательном порядке мы должны сделать все возможное, чтобы этим детям, людям помогать. Надо. Да, спасибо вам большое. Мы в обязательном порядке, этот закон будем принимать в текущем году. Александр Инин, Алексей Дудин, Иван Людков, 6 канал. До свидания.